Согласны ли вы с мнением, что наставник отчасти родители? Как вы реализуете в своем наставничестве эту функцию? Чем для вас отличаются западные и восточные наставники? Какие лучшие моменты вы хотели бы подчеркнуть при работе с ними? У меня редко бывает так, что я оплачиваю работу с наставником, но по факту получается, что я владею темой лучше и знаю намного больше, чем человек, у которого я надеюсь получить новые знания. В процессе неоднократно замечаю, что большинство людей не принимают наставлений, если оно идет от родственников, друзей и близких людей. При этом, если то же самое скажет чужой человек, тренер или известный наставник за деньги, то человек хотя бы не обижается и даже начинает думать или понять то, что ему сказали. Считается, что коммуникация состоялась там, внимание, считается, что коммуникация состоялась там, где человек услышал и понял, а не в том, что имели в виду говорящие. Тресно, сколько вопросов. Открыть свою аптеку, ему придется потом это делать. Придется, что так и ставится, чтобы помогать больше количества людей. Здравствуйте, дорогие друзья! Поприветствую вас из Таджикистана. Хочу ответить на ваши вопросы. Спасибо, что задаете актуальные вопросы, которые нужны, которые помогают. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Рекомендуйте, пожалуйста, нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Ставьте лайк под нашим рубриком. Всегда смотрите все видео, которые выходят, потому что каждый из них дает вам огромные знания. Согласны ли вы с мнением, что наставник отчасти родитель? Как вы реализуете в своем наставничестве эту функцию? Какова это быть в чем-то родителем для людей старше себя? В чем больше всего, кроме вашего профессионализма, нуждаются ваши ученики, как ваши духовные дети? Вы знаете, возможно, в Востоке семья для нас имеет очень огромную ценность. В Западе эта ценность чуть-чуть размитое. Это так. Но в Востоке, Азии семья имеет для нас очень большую ценность. Европализирование мышления и Западное мышление чуть-чуть по-другому. Они ориентированы на личное счастье и так далее. За счет того, что иногда наставник как родители, я постараюсь не стать родителем. Я постараюсь быть помощником. Я постараюсь быть вдохновителем. Я постараюсь не быть родителем. Конечно, но я читаю, что судьба... То есть я читаю, что когда наставник и ученик объединяются, у них одна судьба. Выигрыш ученика – это выигрыш наставника. Проигрыш ученика – это проигрыш наставника. Понимаете, я с такой намеренно работаю. Другими словами, я бы сказал, что даже это больше, чем родители. Аристотель говорит, что... Александр Македоний говорит, что мне Филипп был моим отцом, дал мне тело, но мне Александр Македоний сделал Аристотель. И внимание обратите на эту фразу, которую великий полководец сказал. Мне Филипп просто моим отцом, он был, он сделал мне, но мне человеком, легендом создал, сделал от меня легенду, Аристотел. Другими словами, плод вашей от родителей, личность вашей от наставника. Станете ли вы кем-то больше, чем кто вы были? Станете вы ли кем-то, человеком, можно сказать, который можно восхищаться, или человеком, который остается историей, известным и так далее. Это во многом зависит от наставника. Я постараюсь не брать роль родителя. Родители жалеют детей. Наставник не должен. Наставник должен заставить, требовать, когда надо, тогда, когда ученик сам самостоятельно боялся бы делать. Ученик самостоятельно себе сожалел бы. А родители жалеют детей. Вы понимаете, поэтому учителям тяжело воспитать своих детей. Чужих легче. В этом есть два причина. Потому что дети всегда видят твои недостатки. Например, вы же не можете прийти к своим ребенку и сказать, ты знаешь, какой замечательный отец? Да он смеяться будет над вами. Поэтому учителям чужих детей воспитать намного проще, чем своих. Это правда. Потому что они знают ваши минусы, они знают ваши недостатки, они знают ваши ссоры с женой, они знают ваши, можно сказать, лентья, когда вы поддаетесь леном, когда чего-то. Они это знают. Вот. Поэтому я постараюсь не брать ролл родителей для себя, но несмотря на это, хотя много тянется к этому, со временем теплее отношение появляется, теплее чувство появляется. Но правда, честно скажу, иногда, когда некоторые ученики закончатся, что у него эта программа учебы и так далее, он уходит и так далее, потом долго не звонит или долго не появляться, я сильно скучаю по ним. Вот это есть такое у меня. Я иногда так скучаю по ним и думаю, было бы здорово, если он был бы сейчас. Иногда звоню сам, потом пишу, говорю, не забывай, не забывай про меня. Не забывай, приходи, приезжай. и я с годами начну понимать, чтобы, понимаете, общение сохраняет отношения. А потом, поэтому я со временами, каждый год, иногда два-три года, постараюсь тех, даже старых, которые будут звонить, и как-то пригласиться обратно, увидеться с ними. Потому что я должен проявлять интерес. Если я понял это, я должен в первую очередь это делать. Понимаете, если вы дорожите отношениям, вы должны это делать. И поэтому я это делаю. Я это делаю. Когда я начну это делать, конечно, ученики понимают и так далее. Они говорят, ой, наставник, извините, у нас куча было дел и так далее. Как-то вот в последнее время они увиделись и так далее. Ну, поэтому у меня отношения сохранены с моими учениками десятилетиями и даже очень долго. Я это сохраню отношения. Я стараюсь всегда его сохранить. И с моими коллегами, даже бывшими работниками, у меня нету сотрудника, который с кем-то не будет, у меня будет плохое отношение. Да, хоть иногда кручу, хоть иногда ругаю, иногда требую и так далее, но все равно мы заканчиваемся в очень хорошем тоне. Мы всегда заканчиваемся в очень хорошем дружеском тоне, всегда отношения сохраняются. Многие мои сотрудники, которые давно работали со мной 10 лет назад или 7-8 лет назад, все равно большинство из них временами возвращается, мы вместе еще продолжаем работать и так далее. Следующий вопрос. Вы учились на Востоке и на Западе. Чем для вас отличаются западные и восточные наставники? Какие лучшие моменты вы хотели подчеркнуть при работе с ними? Что для вас Запад и что для вас Восток? Вы знаете, это два абсолютно разные стороны и как два крыля, понимаете? Это действительно так, два стороны монета. Восток мне больше обучали с точки зрения высокой духовной нравственности и так далее. и в Западе структурирование мышления и можно сказать архитектурное мышление, технологический подход более конкретика, более конкретика и так далее. В Востоке масштабно, масштабно, а в Западе конкретика. Объединяет два вещи, это создало меня человеком, который кто я есть. потому что пробретая западное мышление, я начал планировать, я начал откладывать деньги, я начал структурировать свои поступки, я начал управлять свое время и так далее. А вот воспитание Востока, который у меня был, она воспитала меня как духовного человека, мудрости воспитали и так далее. А я считаю, что и то, и то нужно, потому что если вы только по одной линии пойдете, вам будет не хватать многое, поэтому и то, и то необходимо даже. Сейчас анализирую назад, когда глядываю назад, я смотрю на это, думаю, как хорошо, что так произошло в моей жизни. Просто в Западе есть умение письменности, умение писать, умение планировать. Вот эти вещи я до сих пор учусь, я не говорю, сейчас я их очень хорошо владею, но до сих пор я учусь и думаю об этом и так далее. Но масштабный сознание с Востоки. Духовные ценности больше, Востоки. Востоки подходят к любым решениям, задачам, особенно к бизнесу и так далее, через человечность, через духовность и так далее. А в Западе подходят через профессионализм. Объединяете вещи, почему бы не были хорошим человеком и профессионалом? Почему бы не быть духовным и богатым? Почему бы не быть? Это же наоборот хорошо. И то, и то нужно. Я пришел и понимаю, что в Востоке почему, например, нету планирования? Почему в Востоке, например, дисциплины нету? Они говорят, приду, могут попозже прийти. Они если да, говорят, это еще не является что да. Понимаете, почему это так? Потому что большинство случаев, если Аллах даст, Если что, даст, так будет. То есть, они много себя недисциплинируют, себя не организуют, неорганизованно живут, но потом говорят, что, ну, это, оказывается, это судьба была такая. Если что-то не происходит, это была судьба. А если что-то происходит, говорят, что, якобы, это я сделал. Вот в этом особенности человека. А в Западе берут ответственность. ты бери ответственности и делай. Когда это вещи объединяешь, конечно, восточное мышление и западное мышление, они оба дают огромный толчок. Тольчок. Поэтому я считаю, что для меня именно это стало как раз импульсом, это стало как раз именно тот, можно сказать, фундаментом. И вы очень хорошо отметили здесь. Большое спасибо. Именно поэтому я всем рекомендую не игнорировать другую культуру, не отрисать, наоборот, вникать, наоборот, надо изучать. Тогда когда оба страны изучаешь, ты сильнее становишься, ты растешь быстрее. Вот. У меня редко бывает так, я оплачиваю работу с наставником, но по факту получается, что я владею темой лучше и знаю намного больше. Следующий вопрос. Вопрос очень интересный, ребята. У меня редко бывает так, что я оплачиваю работу с наставником, но по факту получается, что я владею темой лучше и знаю намного больше, чем человек, у которого я надеюсь получить новые знания. Вот это интересно. С одной стороны, приятно осознавать, что ты не последний человек в своей профессии и уже чего-то достиг, а с другой стороны, обидно терять деньги и напрасно бороться с чувством разочарования. Как вы преодолеваете в своей жизни такие неоднозначные моменты, какую главную мораль и пользу вы выносите из таких ситуаций? Вы знаете, вы правильно говорите, просто те люди, которые этот продукт возможно вам предлагали или продавали, например, программа или продукт и так далее, возможно, вот продукт, уровень их достижения был до этого момента, и этот уровень очень полезен для многих, и поэтому они его преподают, они его предлагают и так далее, продают, но вы пришли человек, который можно сказать, что-то видели внутри эта программа или внутри этих знаний, чего-то для себя ценного, и захотели пробрести учебу или пробрести курс, но потом по пути поняли, что вы лучше знаете эту тему, вы больше знаете, потому что у вас другой точка зрения, и у вас может быть больше опыта, может быть вы старше, даже может быть вы владеете большим информацией в этом направлении, но несмотря на это, несмотря на это, если вы хоть одно что-то новое узнаете, это того как я продал я иногда плачу не маленькая сумма за консультации и слышу те вещи, которые сам знал давно, но среди тех вещах, которые они говорят, говорят, а потом я возьму одну дверь, такие мысли, которые потом итоги принесут мне миллионы, я это вначале не понял, в самом первый раз я был точно так же ощущение чувства разочарования и так далее, такое было у меня, потом через некоторое время я сидел размышлял, какой урок я могу сделать для себя об этом, какой урок я могу сделать для себя от этого, то есть мне нужно и такой случай тоже учиться, из таких моментов тоже учиться, и просто постараться, постараться расти и платить что-то, хотя без того, то, что ты платили или общался, практиковать. Начинаем практикуя, я начинаю понимать, один два мыслей, которые я брал, она того стоила, то есть тот момент, хотя мне показалось, что вау, я так много платил, это как такое так зря платил, я половина из того или большинства из того, что он сказал, я и так было ясно и понятно, но когда я начинаю то, что новое я узнал, хотя бы один два мыслы, я начну это делать, пройдет через некоторое время, это по полноценно окупает себя десятикратно, стократно, я начну сидеть думать, во, поэтому каждый раз, когда я консультирую с или встречаюсь с наставником и так далее, я не питаюсь все запоминать, все усваивать, что наставник все новое, вот что есть, то он даст мне, но я ищу внутри того, то что он говорит, что-то новое, то что есть, и это мне сильно помогает, это действительно мне сильно помогает, я иду из того, что он говорит, один, два, три, пять мыслей, я отмечу себе, иду, и делаю, даже если одну хорошую идею возьмете, одну новую мысль возьмете, вы уже победили, вы уже окупались, все ваше оплата уже окупалось, понимаете, получили, эту инсайт выбрали собой, это новый план, новое рождение, самое близкое после семейной связи, следующий вопрос, самое близкое после семейной связи, это связь между наставником и его учеником, это означает, что недопонимание и конфликтные ситуации неизбежны в процессе взаимного роста ученика и наставника, неизбежны, мой вопрос, на что следует обратить внимание ученику и наставники, помочь друг друга, избежать столкновений, обид, эмоциональных травм, процессе достижения общей цели, какую информацию о себе они должны предоставить друг другу, чтобы процесс ученичества пристекала максимально гладко, я что-то похожий вопрос, ну ближе к этому ответили уже, но скажу так, очень важно, что изначало все-таки все расписано на бумаге и озвучивать ожидания друг друга, и самое важное, что надо приобрести обоим терпение и наставник должен им набрать терпение, что пока ученик созрел, пока он начинает делать, потому что иногда бывает, что наставник думает, что раз я тебе сказал, ты сразу все поняли, делал, но ученик-то понял-то по-своему, понимаете, или ученик думает, что вот я наставника нашел, теперь он за меня все делает, или якобы за меня все, проблема решает, вот в этот моментах очень разногласия пойдет именно в этих ситуациях, в этих моментах и так далее, поэтому обоим, я сказал бы, что набрать терпение, даже если вы где-то не будут наставником, санит, кому-то, всегда помните, наберите терпение, что ваш ученик созрел, это как фермерство, вы сажаете семена, вы поливаете, ухаживаете, ждете, ждете, когда это дойдет, знаете, пророк ислама Мухаммаз как сказал об этом, что это означает, это знание, это мягко, терпение, внимание, обратите, знание, преподавай, всегда донеси мягко, например, не требуй, не кричи, должен это научиться, ты обязан это, вот так нельзя говорить, или наоборот, знание всегда надо преподавать, донести мягко, аккуратно, вежливо, а потом ханат, набери терпение до тех пор, пока этот человек не созревает, и вот это очень важный момент, в первую очередь, конечно, наставник должен набрать терпение и так далее, а ученик будут туда-сюда бросаться, метаться, он будет то, оправдание найти, почему сегодня не пришел на учебу, почему ему так тяжело, почему не получается, почему не для домашних заданий, миллионы оправданий будут найти он, но на это не надо внимания обратить, наставник должен набрать терпение, аккуратно снова, снова направлять на правильный пути ученика, вот, а это путь наставничества ученица, она гладко никогда не проходит, никогда гладко не проходит, но я хочу сказать, что ученик не должен ставить под сомнением слова наставника, вот тогда он максимально добывается успеха, повторяю, ученик никогда не должен ставить под сомнение слова своего наставника, потому что не существует ни одного наставника, который толкал бы своего ученика вниз. Следующий вопрос такой, здравствуйте, Саид Мураджабович, я достаточно долго работаю в качестве консультанта по личностному росту, в процессе неоднократно замечаю, что большинство людей не принимает наставление, если оно идет от родственников, друзей и близких людей, бол, обида и даже агрессия, обычная реакция на правду и на желание помочь своему ближнему. При этом, если то же самое скажет чужой человек, тренер или известный наставник, за деньги, тот человек хотя бы не обижается и даже начинает думать и выполнять то, что ему сказали. Некоторые потом даже начинают гордиться тем, что им помог исправить свою ошибку такой-то человек. Поэтому правильно ли всегда поселять родственников и друзей к специалистам и не советовать им ничего личного, даже когда просят. Мой опыт говорит, что от моей бескорестной помощи только мало, потому что не будут выполнять советы, а отношения испаряются. В случае же, когда коллеги и партнеры просто дать совет или провести консультацию, то может лучше предложить им сначала оплатить за работу с ними, чтобы они не обижались, ценили получение помощи и жили лучше. Очень хороший вопрос. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Вы думаете, что мои родственники многие у меня учатся? Нет. Вы думаете, что у меня братья и сестры многие у меня учатся? Нет. Они ко мне обращаются только когда им деньги нужны. В своем отечестве пророков не бывает. Мухаммаз, салалу ассалам, был пророк ислама, его измеки вообще не воспринимали. Были очень мало людей, которые за него пошло. Но когда он поехал в Медине, другой город, все пошли за ним. В своем отечестве пророков не бывает. Ваша жена не слышит вас, не принимает наставления. Ваше наставление. Ваше муж то же самое. Если жена говорит, не принимает наставления, потому что жена говорит. Те же сами фразы, может быть, чуть-чуть, конечно, чуть по-другому объяснили, но суд может быть на 90% похоже. Или родственники говорят и так далее. Вы правильно говорите. Почему? Почему мы не готовы принимать наставления от родней и близких? Потому что на наших глазах они не авторитеты. Потому что на наших глазах мы знаем их минусы. Вся проблема людей в этом. Вся природа человека в том, что он больше внимания обращает на недостатки, чем на полезности. На полезные. То есть, получается, что мы знаем их, мы знаем их образ жизни, мы знаем их недостатки, мы знаем их боль, мы знаем их минусы. И поэтому, когда они что-то хорошее говорят, минусы покрывает тот хорошее, и мы не замечаем. Поэтому, если человек станется учеником, и он золотоискатель, ищет в словах людей что-то хорошее, и отбрасывает шелуху, зерно ищет, вот он может брать наставление у родных, близких, родственников, у всех. Но большинство это не может делать. Потому что по своей природе сознание человека больше видит недостатки, чем хорошие. Вот скажите, пожалуйста, я с вами встречаюсь, например, представьте сейчас, что я с вами встречаюсь в шикарном костюме, очень красиво, все круто, все в дорогом костюме. Но тут у меня есть, скажем, нечаянно из ручки тут в костюме где-то испачкалась, там, не знаю, перо или ручка, или чего-то. Или кто-то из слушателей подошел ко мне, обнимал, и тут его помада осталась. Вы на что больше внимания обращаете? На это помада, на это можно грязь, на это от посуды на ручку. Вы тут же не видите дорогой костюм, сразу видите, что как он мог так одеться, как он мог так ходить. Понимаете? Природа человека такой создана. Поэтому мы больше видим у людей, смотрите, да? Брусли, великий актер, великий мастер восточных наборств, он всегда говорит так, люди видят недостатка других людей, внимание, обратите, люди видят всегда недостатка других людей и не видят свое. Точно так же они не замечают достоинства других людей, как не замечают, можно сказать, свое. Вы внимательно обратите, это вообще интересно. То есть, люди видят недостатки других людей, понимаете? Но не видят свое. Люди недооценивают достоинства других людей, а только видят свое. Повторяю, люди недооценивают достоинства других людей, а только видят свое. Своё достоинство видят, чужое достоинство не видят, чужой недостатка видят. Вот проблема человека в чем. Поэтому происходят такие проблемы. Поэтому принимать наставления дорогие и близкие, это надо делать. Это болезнь наше общество. Конечно, не все будем это делать, но надо чтобы стараться. Те люди, которые осознают, они должны это делать. Будьте учеником, будьте золотоискателем. Ищите хорошее везде, вы его найдете. А за счет того, чтобы брать у них денег, консультировать и так далее, и так далее, они будут до смерти обидеться на вас. Если вы сейчас своим, я представлю сейчас своим родственникам, если я так делал бы, я так не делаю. Но тот, который ко мне ходит, тот, который приходит ко мне учиться за родные, близкие и так далее. Однажды я история моего племянника расскажу вам. Он пришел ко мне на тренинг и сказал, дядя, я хочу учиться, я пришел на тренинг. Я сказал, здорово. Я смотрю на него, он ждет от меня, чтобы я ему сказал, иди тебе, пускай, иди, заходи. Он ждал от меня, чтобы я сейчас ему скажу, конечно, иди, бесплатно, иди, заходи. Но я смотрел на него и сказал, иди вон там, ребята, регистрируйся, регистрируйся, оплати, зайди. Представьте, это сын, моя сестра. Я его люблю, как сына, понимаете? и он лицо покраснел, глаза побежали туда-сюда, он не понял. Он говорит, дядя, я пришел на тренинг. Я сказал, здорово, иди оплати, зайди. А почему я так делал? Потому что бесплатные советы, бесполезные советы. А потом я смотрю, он ходит туда-сюда и звонил моему сестру. Сестра звонила, мне сказали, ну там мой сын, у тебя возле двери, почему тебя не пустишь на тренинг? Я сказал, пусть платит. Дома он мой племянник, а здесь он мой слушатель. Везде не будет рядом с ним дядя. Пусть он научится делать. А я хочу, чтобы он практиковал, чему я обучаю. Пусть он платит. Вот пусть дома придет, у меня долг возьмет, но здесь пусть придет и платит. Сестра смело сказала, хорошо, пойдет. Если ты читаешь, так он пойдет и платит. Он принципиально, оказывается, у мамы тоже деньги не брал. Что твой брат, меня не пустили на тренинг, я не буду, если надо, я ему деньги оплачу. Это его задевало, оказывается, конкретно. А потом, а потом я аккуратно позвал, этот организатор сказал, для всех тренинг 100 долларов, а вот для него 200 долларов. Теперь он принес 100 долларов, его опять не пускает. Я сказал, пусть он платит 200 долларов. Он откуда-то занимал, что делал я не помню, но он платил. Он сидел на тренинг, первая половина тренинга, недоволен, потому что его голова занята. Вы представьте, когда вы сидите, но точно, знаете, рядом человек, половина вашей деньги платил, тоже сидит. А вы сидите, вы на место того, что меня слышит, что у вас в голове барабан-бат. Вот барабан крутится. Вы думаете об этом мысли. Как это так? Как так? Сами по себе мучаетесь. У него была внутрь страшная борьба, первая половина тренинга. Но он как-то справился. Как-то справился. Я же смотрю, он недоволен лицом, не подходит ко мне. Вот если задать вопрос, вот так. А если вот так? И вот грубовато так, потому что у него эмоции. Надо было все, это его грязь изнутри вытащить. Но это парень. Потом посещал мой мастер-класс. Точно так же другие платили тысячи евро, он платил две тысячи. Это было для лидерства маркетинга. Он мне попросил, это мне нужно, он сказал, попробуй. Но он с тобой маркетингом не занимается, но зато навыки, которые он проявлял, очень хорошо ему помогли. Как вы думаете, это парень в четвертом курсе или пятом курсе мединститута закончил, мой тез в мединституте уже начал зарабатывать хорошие деньги. С третьего курса по окончании вуза сам себя организовал хорошее рабочее место и написал 4-5 книги по окончании вуза. Понимаете, это парень вместе студент зарабатывает 4 тысячи долларов, когда еще студентом был. Я считаю, что работа, то есть обучаясь в мединституте вместо зарабатывать около 4 тысяч долларов себе покупать еще дом столицы Таджикистана, это большой успех, я считаю, для студента. Возрослые люди даже так не зарабатывают тут. Поэтому это очень хорошо. Вы меня спросили, стоит ли брат у родных деньги или нет? Если видеть дома, ему скажешь, что иди, оплати, учись, он обидится. Вот кто придет, у него берите деньги. Вот кто сам придет, настаивайте, чтобы он учился, потому что ты мой родной, так что два раза больше учись. Два раза больше. Я не знаю, моя философия, насколько она правдива и правильна, но она практически свой результат давала. Но остальные мои родственники не учатся у меня, еще по крайней мере не начали. Кто-то, конечно, потихонечку, потихонечку приближается, двое родные братья советуются уже, потому что они все старше. В моем поколении они все старше меня. Вот сейчас уже потихонечку они собираются, спрашивают, говорят, задают вопросы и так далее. Потихонечку сейчас так есть. Дорогие друзья, следующий вопрос. Считается, что коммуникация состоялась там, внимание, считается, что коммуникация состоялась там, где человек услышал и понял, а не в том, что имели в виду говорящие. Это правда, ведь даже бизнесмен не может продать свой продукт, как бы он его не расхваливал, если покупатель его не услышит. Это основная задача в любой помогающей профессии, поэтому, что в ее основе, основе наставничества заложено служение. Наредко приходится слушать жалобы людей о том, что их наставник не слышит и не понимает. Он словно общается в одну сторону, не чувствует боли и желания того человека, который служит, с которому служит. Уважаемый Садмурот, по каким критериям вы определяете, что действительно услышали и поняли человека, и теперь действительно можете помочь ему прийти туда, где он хочет оказаться. Очень сильный вопрос. Вы правильно сказали. Знаете, все, что хочу сказать вам. Врачу не обязательно поговорить, то есть врач не всегда хочет, скажем, поговорить с больной, но больной мечтает поговорить с врачом. И каждый раз, когда врач заходит, обход делать, больной очень хочет поговорить с врачом. Хотя бы спросить, хотя бы сказать, что вы знаете, у меня сегодня температура такая, у меня сегодня я чай попил сегодня, утром я пошел душ принимать, ничего не будет, все будет нормально. Вы понимаете, что я сказал? Для больного это так важно, поговорить с врачом. А если врач скажет, молодец, супер, хорошо, вы идете поправку, все, он выздоравливает. А если врач внимания обращает, не услышит, что сказал больной, он тут же начнет что? В себе переживать. Ученик и наставник похожи на это. Может быть, наставнику не всегда необходимо поговорить с учеником, но ученику очень необходимо поговорить с наставником, поэтому во многих случаях наставники не услышат своих учеников. И эта проблема у меня тоже есть. В каком смысле она у меня есть? Я не успеваю. Я знаю, что многие мои ученики хотели бы мне много о чем говорить. Я это знаю. Я это знаю, что так о многом они хотят со мной поговорить. И по моим планам, по моим планам, поскольку я строю международную систему, я построю три крупных холдинга в разных государствах. И это занимало у меня определенное время. Но сейчас следующий этап своей жизни, как хорошо, что я просто это осознаю. Следующий этап своей жизни, я уже полностью потихонечку все холды, то есть у меня же и бизнесы свои, и они требуют внимания и так далее. Поэтому я потихонечку их буду что? Уже построить структура холдинга, чтобы она автоматизировать технологии, чтобы меньше времени от меня занимало. А потихонечку с 2020 года я лично буду больше времени потратить своим ученикам. Именно, чтобы изнутри усваивать, изнутри знать больше его боль, больше его проблему и так далее, и так далее. Так что у меня это есть в связи с нехваткой моего времени, но я с тем сейчас справляюсь. Поэтому услышать своего ученика это очень важно. Когда вы его услышите, вы меньше энергии потратите, нежели когда вы просто ему говорите, 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 говорите. Вы намного меньше энергии, меньше усилий потратите, но больше результативность будет, он больше поймет. Главная задача наставника сделать так, чтобы ученик понял и пошел делал. А если он не понял и не может сделать, ваши бесценные мудрости, бесценные знания, они просто остаются как в виде слова, которые просто озвучены были и все. Дорогие друзья, спасибо, что задаете актуальные вопросы. Рубрика по наставничеству она очень длинная, очень много об этом говорил в протяжении нескольких времени по наставничеству. Почему? Потому что в Западе и Востоке по-разному воспринимают слово наставника. На современном мире можно сказать культура наставничества она изменилась. Поэтому я об этом очень много говорил, чтобы улучшить, можно сказать, в каком-то мере восстановить то, что было потеряно нами, или каком-то возобновить, можно сказать, я верю в этом. Хотя во многом местах говорят слово наставник, но редко вы встретите истинного наставника сейчас. Поэтому в связи с этим было очень много вопросов по наставничеству. Я надеюсь, что вы найдете себе хорошего наставника. Хотите экономить годы жизни? Ищите себе наставника. Вот посмотрите, жизнь такая порой вот она какая-то вроде бы кажется, как будто она в каком-то мере неправильная что ли, или как-то так. Вот смотрите, вы родите молодой, у вас здоровье есть, возраст молодой, энергия есть, время есть, но у вас нет денег, у вас нету мудрости, у вас нету связи, у вас нету авторитета, никого нет. И по мере роста, по годам вы потихонечку накопите это все. Опыт накопите, знания накопите, мудрость накопите, немножко капитал накопите, авторитет накопите и так далее. Вот дойдете до 60. Получается до 50-60 дошли. у вас авторитет, у вас есть какие-то возможности что делать, но к сожалению уже у вас ценности меняются и желание уже нету это все делать, потому что уже у вас здоровье начинает подводить у вас, время не остается чтобы это все теперь делать. Только только проблел все и теперь пора умирать, это все унести в могиле. Вы проставьте это путь, представили? А я думаю так, было бы здорово если было бы наоборот так, ты родился стариком, мудрости старика, знания старика, богатства старика, связи, авторитет, а потом потихонечку помолодели бы, вот дошел до 30, у тебя куча энергия, желания, бодрость, все, и у тебя в этот момент море мудрости, знаний и авторитеты, связи, все, и ты это все мог бы использовать 10 раз улучшить качество своей жизни, жизнь других людей, большего добились бы, намного большего успеха было бы, было бы здорово так, но к сожалению, физически это невозможно, но стратегически возможно, как, как вы можете это стратегически сделать, вы молодой, 20-25 лет вам, найдете старика, не его тело вам нужен, его мудрость, его знания нужны вам, и протяжении 2-3 года усваивайте все то, что у него в голове есть, то, что он за 50-60 лет узнал, вы обязаны за 2-3 года усваивать, и тогда у вас будет тело молодого, мозги мудрости старика, понимаете, и через 2-3 года у вас как мозги мудрости старика будут, через 2-3 года у вас будут деньги, и возможности, и все, дорогие мои, желаю вам успехов, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашим рубрикам своим знакомым, друзьям, и так далее, ищите себе наставника, экономьте годы своей жизни, станьте успешным, самая главная задача наставника, экономить время для своего ученика. Это все, чтобы помогать большее количество людям.